Друзья мои, всем огромный привет! Рада вас приветствовать у себя на канале. Также буду рада, если вы подпишетесь на мой канал. Вам это ничего не стоит. Нажимайте на кнопочку, подписывайтесь на колокольчик, а мне даже очень будет приятно. Сегодня я записываю ролик уже, наверное, с третьего раза. Первый раз я села, и началось дикое гудение. У меня такое ощущение, что у нас соседи шлифуют полы, потому что гудение не прекращается, это не перфоратор. Да, дайте я немножечко погублю, потому что уже жужжит часа три. Потом, получается, после этого гудения я вроде садилась несколько раз. Не факт, что они продолжают гудеть, но не знаю, буду ли я ждать, потому что уже три часа прошло, завтра у меня не будет времени, дайте я погублю, дайте я выговорю в конце концов. Дальше пришла моя дочка, захотела принять душ, сказала, проблема с водой, в общем-то, потом у нас сломался котел, я опять выключила все, гудение так и продолжалось. Затем я позвонила мужу, ошибка котла, получается, там какой-то датчик, в общем, сломался, все это так быстро произошло. Тут муж распсиховался, что ему нужно ехать куда-то в другой город по работе, но он все-таки приехал, пришел сначала мастер, тут пришел сын, я хочу кушать, я стала готовить, есть, психанула. Что вы думаете? Это еще не все. Потом пришел мастер, пришел мой муж, потом они стали разбирать полкухни, чтобы специально подлезть к этому котлу. В общем-то, я желаю, чтобы они поскорее сделали, что они там делают. Это не перфоратор, что-то такое монотонно, гудящее, не проходитесь, как какой-то громкий пылесос просто. Боже мой. А у меня сегодня, между прочим, для вас интересное видео на фоне классных таких ярких огромных ирисов. Если вы подписаны на мой инстаграм, я вчера показывала вам фотографии, это ирисы огромные, они больше моей ладони, просто огромные-огромные, потрясающие ирисы. И они действительно пахнут. Они пахнут. До этого, знаете... Ой, тут немножко крысточек упал. До этого я обоняла ирисы, они постоянно никак не пахли. Пахли просто зеленью какой-то, и никакого аромата не было. Эти ирисы, они сладкие. Они такие какие-то ароматические. Пахнет цветами. Я не знаю, как сказать. Даже чем-то, может быть, на жасмин похоже. Это потряс... Просто потрясающе. Просто потрясающие ирисы, знаете, прям, ну вот. Я теперь знаю, как пахнут ирисы. Но ролик сегодня у нас будет не об ирисах, а про туберозу и про туберозные ароматы, которые я насобирала у себя в коллекции. Пошарилась по полочкам. Мне кажется, это ароматы не все, которые у меня есть с ноткой туберозы. Мне кажется, если я поищу хорошенько, то будут и еще ароматики. Но сегодня я расскажу о тех, которые у меня есть. Тубероза считается одним из самых дорогих компонентов в префюмерии. По стоимости она приравнивается к таким ценнейшим ароматическим компонентам, как амбра и мускус. Все потому, что для производства одного литра масла туберозы необходимо переработать около одной тонны цветков. Как пахнет нота туберозы в парфюмерии? Я решила обратиться к Google. И Google мне ответила, что запах абсолюта туберозы словно взрывной букет белых цветов. Экстремальная сложность его запаха создает альфакторную иллюзию не одного, а многих цветов и экстрактов. Своими зелеными и наркотическими нотами тубероза приближается к аромату нарциссов. Вы знаете, я бы добавила, что туберозы все-таки в натуральном виде я туберозу не ощущала. Я могу лишь сказать, как я вот в ароматах ее где-то вычленяю. Это сливочно. Хотя сливочный такой действительно цветочный аромат. В каких-то ароматах он плотный. Смотря как обыгран, смотря какими нотками. И это, наверное, никогда не закончится, поэтому я буду продолжать. Ну вот так сегодня будет этот ролик. Я бы добавила, что тубероза отдает немножко молочно-сливочными оттенками. Слегка даже какими-то медовыми такими мотивами на мое восприятие. И, конечно же, очень сильно влияет то, как обыграл парфюмер тот или иной аромат, что хотел парфюмер показать. Иногда бывает тубероза с земляничными какими-то мотивами. Нам так и слышится. Иногда с виноградными. Иногда это другими фруктами обыграно. Либо почули, либо это целый букет там и жасмины, туберозы. Тогда вообще все сливается. Но сейчас все-таки я вам покажу те ароматы, которые есть в моей коллекции. Начну с одного ароматика, которого сейчас у меня нет. Это всем известный. Ну, наверное, всем известный на слуху. Хотя я сама до недолгого времени с этим ароматом была не знакома. Это Frank Baclet, кокаин. И у меня этого аромата сейчас нет в коллекции. К сожалению, у меня был только аналог. У меня был отливантик в одном из аромабоксов Randevu. Frank Baclet, кокаин. Этот аромат все объясняют как туберозный, такой тонный, сильный. И кто-то говорит, что он прям заполняющий пространство. Я, наверное, соглашусь. Но для меня все-таки, для меня, на мое восприятие, этот аромат, там сильная нота. Есть вот этих цветов, которые пляжные. Вот эти цветы, я вставлю картиночку, которые все-таки заглушают для меня туберозу. То-либо подчеркивают, и я там слышу именно такую пляжную историю крема от загара. Очень сильный вот этот цветок, как маноэ, да, вот этого масла. Именно вот масло загарного. Очень сильно для меня напоминает, например, масло маноэ. Вот я пользуюсь от Ивраши, например. Вот этот аромат очень сильный. И для меня этот аромат больше про тот цветок, нежели про туберозу. А сейчас все-таки к туберозам. Я начну с аромата E-Mari Eclipse от компании Avon. Аромат был выпущен в 2022 году. Относительно новинка, потому что это прям недавно аромат появился. И мне он очень понравился в этой линейке. Линейка E-Mari не каждому любима. Она напоминает такие, они вообще плотные ароматы. Очень сильно такие с ног сбивающие. Некоторые вообще просто умри все живое. Но этот аромат с ноткой туберозы мне очень понравился. По описанию. Здесь есть розовый перец. Здесь есть фрукты, груша. В сердце аромата здесь есть как раз-таки вот эта самая тубероза. Все это на почулях. Немножечко ванили. И по-моему какие-то там деревяшечки есть. Аромат звучит очень нежно, сливочно. Сладенько, не с ног шибающе. Здесь красивая тубероза. Такая розовая, мне кажется, роза. Кстати, тубероза бывает и розовой, и белой, такими зелеными оттеночками. Я смотрела картинку. Мне бы хотелось, конечно же, туберозу именно попробовать вдохнуть. Но если я ее увижу, обязательно подойду и попробую познакомиться с этим ароматом. Но здесь я себе представляю так. Очень красиво обыграно. Очень удачный аромат. Относительно бюджетный. Средняя стойкость и шлей. Вообще, линеечка эмари, она отличается невысокой ценой. Даже сейчас они, по-моему, по 900 рублей в каталоге, бывают по 600 рублей. Но это неплохая линейка эмари. Присмотритесь, если вы любите туберозу, если вы пользуетесь Эйвен. Следующий аромат, который я вам покажу, тоже будет от Эйвен. Для того, чтобы я уже пробежалась по таким и приду к другим ароматам. Следующий аромат тоже от Эйвен. Линейка эликсиры, по-моему, называется она. Эликсиры любви, снятость уже. Это прекраснейший аромат про жасмин и туберозу. Здесь еще в букете есть, по-моему, и сирень. Этот аромат, кстати, по-моему, делала Натали Лорсон, если я не ошибаюсь. Здесь есть и сирень, и какие-то зеленые нотки, и белые цветы. Но в целом он про жасминовый чай и зеленую туберозу. Кому-то он может показаться слегка вот этот, как сейчас говорят слово, индолик. Если вы не любите жасмин, то он вам, возможно, не понравится. Для меня это очень красивый аромат жасминового чая вот с этой туберозой. Зелененький, слегка такие кремовые моменты, уходовый. Я такое люблю. Он звучит очень натурально для меня. Напишите в комментариях, если вы любите этот аромат. Его, кстати, еще на распродажах где-то можно найти. Прекрасная линейка была, хотя многие ее не оценили. У меня есть все ароматы, все ароматы по-своему люблю, хотя я тоже сначала их не оценила. Здесь тубероза не такая, как в том аромате. И здесь она уже больше зеленая такая, и именно с чайными мотивами. Так, дальше мы пройдемся с вами по ароматам, конечно же, с туберозой. Это иврашен. Я не могла его не показать. Аромат очень громкий. Здесь аромат про специи. Здесь иланговая история. Иланг-иланг, тубероза, кардамон. И, по-моему, здесь идет какой-то, по-моему, сандал. Я уже точно не помню, но здесь про специи. Вот кардамон дает такой объем, аромат плотный, аромат звонкий. У меня есть, кстати, новое оформление, но новое оформление я еще не открывала. У меня старая линеечка, которые сняты уже. Сейчас они выходят в новых пузыречках. Прекрасный аромат. Он очень громкий. Он очень красиво раскрывается и летом, и осенью, и весной. То есть, здесь тубероза с иланг-илангом. Очень красивая. Тоже есть такие сливочные моменты, и древесные моменты, и специи моменты. Поэтому, если вы любите туберозу, как я, я думаю, что этот аромат, вы знаете, мне кажется, много людей знают. Это вот, что касается не очень дорогих парфюмов, как бы, в сетевых ароматах. Следующее, что я вам покажу, также аромат про туберозу. Это So Elixir Purple. Это тоже и в Роше. У меня такая прекрасная тридцатка. Здесь аромат построен на почули. Здесь слышится сразу почули. Тубероза здесь. Здесь есть, кстати, по-моему, в пирамидке ветивер. То есть, аромат такой, знаете, кому-то может показаться тяжеловатый. Многие в этом парфюме слышат виноград. Я, наверное, тоже отношусь к тем людям, кто слышит здесь виноград. Хороший аромат, очень приятный. Вот здесь тубероза с почули сливается. И такой вот букет получается, как бы, с виноградиком. Это что касается ароматов из вот такой категории. Дальше я, конечно, бы хотела бы вам показать, возможно, аромат из Faberlic. Faberlic я посмотрела. У меня нет аромата, который идет с почули. Это букет. Синий такой флакончик. Я, к сожалению, не знакома. Но я бы тоже сюда бы его показала, потому что хотела бы вам просить и выроскать. Но у меня его нет. Я вам покажу, что у меня есть. Следующий аромат, который я вам покажу. Я сняла уже на него полностью обзор на своем канале Boosty. Обязательно подписывайтесь на него. Если вы хотите поддержать меня, стать спонсором, подписка на целый месяц всего лишь до 50 рублей. Мне будет очень приятно, если вы станете спонсором моего канала. Ссылочка всегда под видео. Там я уже показала про этот аромат, который я недавно приобрела на сайте Рандеву. Аромат у меня в целой сотке. Вот это аромат про мощнейшую туберозу. Здесь на старте есть тоже Иланг-Иланг. Но они отличаются. Здесь тоже про Иланг и туберозу. Здесь все-таки немножечко другая история. Здесь много белых цветов. Здесь идет и гордения, и жасмин, и цветок апельсина. И в целом этот аромат все-таки про громкую туберозу. Здесь есть также и почули, и мускус, еще и ладан. Но это очень громкая тубероза. И я сейчас вам скажу. Если вы не любите, если вы не любите туберозу, то этот аромат вам не понравится. А если вы любите и коллекционируете, возможно, собираете эти нотки, очень мощный громкий старт. Может просто вот умри все живое. Действительно такой медовый даже, такой слегка с горчинкой. Ему надо время. Минут 40-час. И тогда он утихает, становится мягкий, женственный, невероятно шлейфовый, невероятно красивый, просто потрясающий туберозный аромат. Не слышу я здесь никакого ладана. Но вот гордения, тубероза, жасмин здесь все это есть. Просто мощно. Может слегка вам отдавать в ретро. Но вот туберозы разные. Они все абсолютно, ну просто все разные. Хотя все с туберозой. Следующий аромат, который бы я вам хотела показать. Тоже аромат про туберозу, но абсолютно тоже другой. У меня все туберозы, все разные. Это аромат Лалик, Ламур. Он очень часто в моих разных подборках. Я его обожаю. Просто прекраснейший флакон. Ну, это один из моих самых любимых ароматов от Лалик. Кстати, я уже также сняла на бусте ароматы про все свои ароматы Лалик. Если вы хотите первыми их посмотреть, то прошу присоединяйтесь к моему каналу. Здесь много тоже белых цветов, но это цветы такие более нежные, более такие ароматные весты, такой полупрозрачный, акварельный. Здесь именно тонкие сливочные оттенки. Можно я сейчас посмотрю пирамидку? Я не помню точно, что здесь. Слушайте, я себе не сделала пирамидку, я не помню. Я помню, что здесь белые цветы. Здесь вот такая кремовая, легенькая вот эта тубероза. И она здесь настолько мягкая. И вы знаете, что очень стойкий аромат? Несмотря на то, что он самый нежный, вот из этих всех, которые сейчас я вам покажу, он сам нежный, самый-пресамый нежный. Но стойкость в нем тоже очень хорошая. Обожаю, просто обожаю. Так, вот я сюда поставлю, чтобы было видно. Мой туберозный такой расклад бутылечков. Следующий парфюм будет просто моноаромат туберозы. Здесь, под заявленными нотками, чего нет. Это у меня отливантик. Я ставлю, чтобы вы видели картинку, что это за аромат. У меня был большой довольно-таки отливат. Это Mio Mio Fleur de Argent Absolute. И этот аромат чисто одна тубероза. Здесь также сливочная тубероза. Мне она очень безумно нравится. Я не буду сейчас наносить, я его экономлю. На моей коже очень красиво раскрывается. Очень женственно и нежно. Сливочная, красивая, слегка сладковатая. С цветами. Немножечко так совсем зелени. Как будто вот этот лепесточек... Взяли вот какой-то цветок. Ну, допустим, пусть это будет тубероза, которую я никогда не ощущала. Но я себе представляю, что вот этот лепесток вместе с тычинками вот так слегка растереть. Звучит очень натурально на мне. Шлейф и стойкость тоже очень хорошие. Ароматный бюджетный флакон около... Хотя, вы знаете, 8 тысяч, ну, смотря для кого, да? По-моему, там соточка. Я смотрела на сайте. На каком уже не помню, если честно. Не буду вам врать. Я смотрела, я искала этот парфюм. Около, по-моему, 8 тысяч стоил этот парфюм. Красиво сделана упаковочка. И в целом аромат тоже очень красивый. Это Mono Tubi Rose. Мне его, кстати, присылали... Ну, на слепые затесты, по-моему. Так. И осталось у меня всего лишь два аромата. Один из них, моя новинка, которая... Я еще, кстати, не снимала про эти ароматы. Мне привезли родители. Набор миниатюр. Это был сюрприз. Там было три миниатюрки. И одна из них, вот такая туфелька от Каролины Херера. Good Girl. С этим ароматом ранее я не была знакома. Да, если вы парфюмерные любители, вот я такой человек, который, ну, не был с ним знаком. Мне было очень приятно получить именно миниатюрку. Покажу дальше, какие там. Ну, давайте сейчас поговорим про него. Здесь тоже есть тубероза в сердце. С этим ароматом я еще пока не успела сильно познакомиться, его разносить. Кстати, недавно он был на слепых затестах на восьмом чувстве в игре. Я, к сожалению, там не участвовала. Было ограниченное количество участников. Меня в этот раз почему-то не позвали. Ну, может быть, позовут в другой раз. Но я бы этот аромат точно не узнала. Многие писали, что как так? Вы парфюмерные блогеры там не узнали аромата. Я бы его точно не узнала, потому что я только с ним буквально познакомилась. Хотя этот аромат, как я понимаю, выпускается с 16-го года. Ну, вот так. В моем городе этого аромата нет. Никогда раньше его не покупала. Ничего там такого. Я пользовалась другими ароматами. У меня много сетевой парфюмерии. Я только начинаю как бы с люксом знакомиться. Поэтому здесь огромная-огромная пирамида. Здесь тут вроде и кофе, и миндали, и розы, и туберозы, и пролины. Я не буду все зачитывать. Но, как оказалось, в сердце здесь есть тубероза. Здесь она обыграна гурманскими нотками. Такими конфетными. Хочется скушать. Очень вкусно. Очень вкусно. Знаете, так, так сказать, аромат такой гламурный, мне кажется. Такой девчачий, прям вот классно на какие-то вечеринки. Очень мне аромат понравился. Я его, скорее всего, потом перелю в какой-нибудь атомайзер, потому что здесь наносить пальчиком неудобно. Я буду все-таки его использовать. Здесь у меня 7,5 миллилитров. И да, мне флакон нравится. Кому-то не нравится, мне нравится. И следующий аромат, это, если вы смотрите мой канал, если не смотрите, а только что увидели, я очень люблю бренд Narcissa Rodriguez. И этот аромат, кстати, будет от Narcissa Rodriguez. Mousk Noir Rose. Это, как сказать, брат Mousk Noir. А здесь еще Rose. Заявлено, Rose. Но, как выяснилось, на коробочке этот аромат, но я им очень мало пользовалась. Здесь в составе есть тубероза, причем идет именно в сердце. Здесь идет бергамот, розовый перец, синтетическая молекула Mystical, сердце-мускус, дальше интенсивный аккорд туберозы, слива. Ну, слива она есть и в прародителе этого парфюма. И здесь идет у нас бурбонская ваниль и почули из замша. Так вот, кто здесь всегда говорит, что роза, здесь нет розы, здесь есть тубероза. Хотя называется аромат Mousk Noir. В общем-то, сейчас не в моем ужасном французском, на котором я не умею, собственно, говорить. В общем-то, этот аромат безумно красивый. Здесь кто-то слышит вишню, кто-то слышит кальян. Я, наверное, отношусь к тем людям, кто слышит какие-то вишневые моменты. Он отличается от всей линейки кирпичиков, которые у меня, по крайней мере, есть с которыми я знакома. Здесь не так ощущается вот этот мускус. Он такой сладкий аромат. Здесь ваниль хорошо смягчает. Я, когда сниму обзор на все свои ароматы с Родригес, обязательно, обязательно, я же не вру, я сниму для вас обзор. Я просто ждала один флакон, который мне до сих пор не выслали. Ну, ничего страшного. У меня есть отливант, я все равно сниму. Рано или поздно. Сладко, приятно, женственно. Недавно наткнулась на один отзыв. Женщина писала, что ей не понравилось, зачем его так хвалят. Но, знаете, как говорится, на вкус и цвет пряте или нет. Я вот люблю вот такие направления. Это вечернее такое. Вечернее, манкое. Единственное, знаете, что вот не сильный в нем шлейф. Вот если до этого, которая версия, где замша, слива и мускус, мне кажется, тут больше громкий, там больше кожи замши. Здесь замша, она есть, но она не такая громкая. Этот аромат такой больше близко к телу сидит. Не очень сильный здесь шлейф, но он безумно приятный. Я здесь тоже как будто поощущаю какие-то слегка-слегка подкопченные вишневые моменты, хотя их здесь нет. Вот такая вот здесь тубероза с ванилью, со сливой. Безумно красивый аромат. Я его обожаю, просто обожаю. Вот, девушки, ребят, кто смотрит? Девочки и женщины, и мальчики. Вот такая сегодня у меня была подборка, туберозная. Кстати, гул закончился. Я к чему очень-очень рада. Боже, я это видео собиралась снимать просто 3,5 или 4 часа. Наконец-то я его сняла. Я думаю, что у меня дома есть еще туберозные ароматы. Просто я вот быстренько пробежалась, о чем вспомнила. Если углубиться, поискать, я, скорее всего, что-нибудь еще найду. Очень люблю эту нотку. Для меня она женственная. Она такая, придает какую-то глубинность аромату. Вот эту вот, как я говорила, молочно-сливочность. Ну, такую, знаете, не то, что как молоко, а такую кремовость какую-то немножечко. Где-то сладинку, где-то медовость, где-то громко, да. Ну, они все по-своему прекрасные. Я это все очень люблю. Я прошу вас, делитесь в комментариях, какие ароматы с туберозой любите вы. И, конечно же, благодарю вас за просмотр, за подписочку, за лайк. Огромное вам спасибо, что вы смотрите меня, что вы реагируете на мои другие. Я надеюсь, что вам отличное настроение. И я надеюсь, что вам это все самое интересное. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok